здравствуйте 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 в данную секунду я жду чтоб нам начали подсоединяться вот здравствуйте пошли первые всем привет элочка здравствуй здравствуйте я вижу что уже катюша к нам подсоединяется давайте наверное я сейчас только проверю что у меня слышно и видно поставьте пожалуйста плюсики если все в порядке со связи и тогда мы сможем с вами я смогу представиться сделать анонс и продолжить разговор плюсики я жду плюсики чтобы я понимала что меня слышно отлично супер я вижу что меня слышно давайте познакомимся для начала для тех кто меня не знает меня зовут дарья я врачебный косметолог в профессии уже более 15 лет занимаюсь косметологией татуажем ресничками все что касается тела в общем омолаживаю наших красивых женщин делаю их еще более красивыми также я миссис миддл ист я участвовала в конкурсе красоты в 2019 году в китае и представляла миддл ист в китае и в 2017 году я стала миссис israel top of the world и представляла израиль в риге так что красоте я знаю не только по своей профессии но и также участвовала в подобных конкурсах красоты а также я веду свой личный блог в котором я рассказываю женщинам как же можно себя сделать более красивой более молодой более здоровой это что касается и косметологии и разных других направлений ведь я считаю что женщина она красива не только лицом у нее должны быть красивые волосы руки одежда ну и многое другое и сегодня я позвала к нам в эфир потрясающего стилиста катюшу сейчас я ее добавлю к нам в эфир которая нам расскажет немножко о себе и вы тогда поймете почему я позвала именно ее мы сегодня с вами поговорим о том как можно омолодить себя с помощью стильного образа мы с вами поговорим как же можно 20 стиль на при жаре ну и многое другое а сейчас я позову нашу катюшу чтобы мы продолжили наш разговор и так катюша я добавляю люди добавляют запишут так катюша ждем катюша ты тут ты с нами тебя не видно моя дорогая попробуй еще раз катюшу тебя не видно в эфире пожалуйста возможно выйти и зайти еще раз у тебя видно какие-то снежинки я чувствую что то проблема у кати с прямым эфиром так мы попробуем сейчас отсоединить и подсоединить еще раз и так божечки что-то у нас не получается катюшу что-нибудь может быть там напишешь на самом деле такой первый раз но бывает простите это интернет и я даже не вижу тебя моя дорогая что же такое а у меня что-то зависло я пыталась перезагрузить но в итоге получилось привет как ну отлично самое главное ты с нами и это это главное ну что ж катюш давай наверно ты тогда немножко представишься кто ты у нас почему ты у нас в эфире расскажи нам немножко о себе с удовольствием рада тебя видеть выглядишь потрясающе но впрочем как всегда спасибо дорогая ты тоже спасибо да давай немножко представлю чтобы наши зрители знали кто мы да в частности кто я меня зовут катя привин я практикующий персональный стилист помимо этого я еще замужем я мама троих деток трех девочек и я работаю с женщинами как онлайн так и оффлайн частном порядке провожу с ними разбор гардероба хожу с ними на шопинг в общем помогаю им создать работающий такого гардероб под все сферы их жизни для тех девушек кто хочет уже более детально разобраться со своей внешностью я провожу еще индивидуальные консультации где мы подробно с ними разбираем все особенности их фигуры какие фасоны им подходят какие цвета их украшают какие длинные дали того чтобы они впоследствии самостоятельно ориентировались на просторах интернета в общем если коротко обо мне девчонки я решаю самую главную нашу такую вот девичью боли нашу проблему нечего надеть чтобы не важно куда это вечная проблема это вечная да я знаю почему это не зависит от размеров нашего гардероба да всегда такая ну по крайней мере очень часто у меня три шкафа три даже и даже четвертый мужа я немножко заняла в доме три шкафа забитых и не всегда нечего да так вот я помогаю девушкам все-таки разрешить этот вопрос и неважно куда бы они не собирались будь то на прогулку на работу на пикник не знаю на путешествие куда там чтобы им всегда было что надеть ведь не это были мы на самом деле все девчонки хотим да как во первых начнем с того что мы с тобой давно уже говорили о том что я к тебе иду и очень скоро я тебе беру обещание что мы сегодня с тобой закроем эту очередь потому что я в тебе воздаюсь невероятно даже не представляешь до какой степени активная неуловимая поэтому так и получается делать жизнь такая интересно скажи мне катюш пожалуйста а как ты вот пришла к этому что ты вот стилист да что ты можешь помогать как ты вообще вот поняла что это твое ну будь бы тернистым знаешь долгим вообще на самом деле по образованию меня нет никакой связи ну по моим первом образованию нет никакой связи с модой изначально я проектный менеджер мне кстати красный диплом я закончила одесский институт да как фильме спасибо я закончила одесский институт и я проработала где-то только год буквально по профессии и тогда я поняла что вообще это не мое как бы я не хочу этим заниматься не хочу связать свою жизнь с этой деятельностью нужно искать что-то другое и как раз вот этот вот период после института там первая работа он совпал как раз у меня с переездом в израиль я вышла замуж переехала в израиль и соответственно мне нужно было в новой стране по новой себя начинать искать новый язык другой менталитет все по-другому не так как я привыкла нужно было как-то адаптироваться и понятно что я начала работать в офисах благо что хорошо говорю на английском языке то есть мне не нужно было проходить вот этот тяжелый путь как многим репатриантам то есть я сразу пошла работать в офис но на самом деле мне это никак не помогло в том плане что эта работа опять-таки не доставляла мне удовольствие и ты знаешь когда прокручиваю сейчас пленку назад я понимаю что было много работ где-то наверное каждые два года примерно в среднем я меняла и дело на самом деле было не в работах дело было во мне то есть то чем я занималась мне просто-напросто не приносило удовольствие и знаешь может кому-то вот из наших слушателей знакома такая же ситуация когда каждое утро ты просыпаешься ты просто-напросто заставляешь себя идти на эту нелюбимую работу это очень сильно я не знаю этого я с 18 лет своей профессии безумно люблю конечно я каждый день слушаю такие истории и я всегда настолько счастлива и рада когда все-таки женщина нашла тебя когда она занимается любимым делом потому что тогда в ее окружении просто все становится другим абсолютно другим она счастлива она довольная рядом счастливый муж счастливые дети прямая связь да согласна на все сто процентов и знаешь вот это вот неудовлетворенность конечно она мимо не проходила да вот эта ситуация вся меня пожирала изнутри мне не нравится чем я занимаюсь и я искала решение что вот я уволюсь с этой работы я пойду на другую и вот там вот возможно что-то я найду и как бы проблема на самом деле была ты не в работах и ты знаешь мне действительно очень везло и с коллективами были потрясающие люди у меня были классные начальники то есть условия труда изначально были очень даже благоприятные но проблема была во мне просто-напросто занималась и как ты нашла вот это вот именно что стилистика именно вот это твое но к стилистике на самом деле пришла чуть позже потому что параллельно пока я искала себя в этих офисах да желание выглядеть красиво одеваться вот следить за моды она всегда была во мне но я никогда на это особо не обращала внимание знаешь я всегда воспринимала как хобби ну как бы тогда я думала вообще как можно зарабатывать на моде никак не сидела там просматривала показы были какие-то приказы у меня типа бог в телефоне где тоже старые показы новый смотрела но никогда никто не воспринимала серьез и дальше следующим этапом когда я все таки понимала что мне это очень нравится мне нравится вода мне нравится стиль я слежу за этим постоянно нужно как-то что-то с этим делать дальше развиваться и тогда параллельно опять-таки работая в офисе да я пошла учиться в шинкар я закончила курс кроя шитья и после этого как результат я открыла свое отелье индивидуального пошива была женщина профессиональная швея которая работала помогала то есть реализовывала все мои заказы но кстати мы в этот период с тобой познакомились в 2017 году в риге и я увидела на кате очень красивые платья когда я узнала что она их шила сама я была действительно поражена потому что это все там были очень красивые очень интересные платья интересного кроя и я тогда сразу же я поняла вот эта девчонка далеко пойдет и я очень рада я вижу как у тебя сейчас получается я за тобой слежу я смотрю взаимно я беру на вооружение все твои скажем так заметки пожелания да которые ты даешь и мне действительно очень нравится то что ты делаешь поэтому я считаю что моим девушкам моим подписчикам ты просто необходима можно больше людей тогда у меня будет к тебе такой следующий вопрос когда ты начала заниматься непосредственно вот тем что ты занимаешься сегодня то есть сколько времени ты занимаешься так силе мы тогда вот сейчас в итоге короче у меня с ателье не сложилась наша поняла что не нашло никак от отклика в израиле я это все закрыла потом были другие работы но как именно я пришла к стилю вот я помню четко тот день когда у меня возродилась идея конкретно да заниматься именно стилем я была после вторых родов я родила вторую дочку была в декрете казалось бы там голова свободная есть чем заняться да подумать как бы дальше себя найти и я четко помню когда мне муж позвонил и говорит слушай давай мы сегодня вечером с тобой сходим выйдем там посидим с друзьями я говорю да да конечно давай он приехал домой после работы говорит у тебя есть 30 минут собирайся окей подхожу к своему гардеробу открываю шкаф там полно вещей потому что таким образом я можно сказать заедала свою там неудовлетворенность на работе покупала постоянно много одежды да открываю гардероб начинаю так вот лихорадочно перебирать все эти вешалки чтобы мне сегодня на вечер надеть я понимаю что на самом деле ничего ни за что глаз не цепляется мне как-то ничего не нравится потому что там в основном были офисные вещи поскольку работала в офисе да не было понятно никакого строгого дресс-кода но тем не менее там были юбки рубашки и жакеты знаешь потому что я и тогда любил элегантность и в принципе и сейчас он мне близок я поворачиваюсь к мужу и говорю нашу любимую фразу мне нечего надеть никогда не повторяйте таких ошибок потому что для мужчин это просто как красная тряпка для быка да что может быть посмотри там две полки мои у тебя полно там шматья и ты мне говори что тебе нечего надеть я говорю да представляешь вот нечего ну и как сейчас помню это знаешь повздорили я говорю да вот посмотри действительно нечего но не важно суть в том что я уже не помню что я тогда делала но я четко запомнила что я себе на тот момент не нравилось своей же одежде может быть вот опять таки кому-то знакома такая ситуация поставьте плюсы когда ты чувствуешь себя некомфортно когда ты не нравишься как ты себя выглядишь да тебе как-то сразу меньше хочется общаться с кем-то просто хочется чтобы никто на тебя не обращал внимание и вот в этот вот момент я себе дала словом что все я обязательно разберусь со своим гардеробом я наведу порядок потому что я хочу чтобы не в любой ситуации было что надеть и сегодня как бы уже работая стилистом я понимаю что на самом деле на тот момент и мой муж был со своей стороны прав потому что действительно звучит как-то бредово когда у тебя много вещей тебе надеть нечего очень много случайных вещей у нас в гардеробе и не модульных которые вы будете с собой сочетать и ты не можешь делать новый комплект а у тебя получается каждая вещь какая-то отдельная живет свою жизнью вот у меня такая ситуация была и я была тоже как бы права со своей стороны почему потому что мне нечего было надеть в конкретной ситуации и сейчас даже когда уже работаю со своими клиентами и мне говорят девчонки там при первом созвонили когда я прихожу к ним на разбор что вот посмотри много одежды надеть нечего я уже сразу понимаю что скорее всего там не хватает одежды для конкретной ситуации да и вот потом как бы после этого я уже активно этим занялась сначала я взяла курс по стилю для себя чтобы разобраться со своими вообще фасонами цветами понимать как все вещи между собой коннектиться я поняла как это здорово когда действительно в шкафу только те вещи которые тебе нужны и которые хорошо на тебе сидят и тебе действительно всегда есть что надеть потом я начала делиться этими эмоциями своими подругами разбирала их гардероба гардероба своих родственниц получала теплые отзывы от них я поняла что да действительно людям это помогает ну и дальше уже начала учить стиль более профессиональном потому что работать с клиентами работать со своим гардеробом это абсолютно две разные истории ну и в общем-то до сих пор в принципе учусь и применяю эти знания уже на гардеробах своих клиентов вот так вот это случайно знаешь у меня сейчас будет к тебе такой немножко может быть каверзный вопрос но я думаю что ты этот вопрос он не просто так я думаю что очень много женщин даже не понимают для чего им нужно стильно одеваться и вот я хочу задать тебе такой вопрос для чего же нужен этот стиль почему женщина должна выработать для себя какой-то стиль какой-то да вот фасон для чего это ну ты знаешь я думаю что я скажу так я думаю что на самом деле вообще не с простам одежде изначально а потом уже чуть позже модем всегда уделяли такое большое внимание потому что я абсолютно уверена что наш внешний вид и то что на нас надета всегда несет какой-то посыл и на самом деле это не я придумала психологи утверждают что нашему собеседнику достаточно всего лишь семи секунд чтобы с нашего внешнего вида сочетать кто мы чем мы занимаемся а какому социальный статусу вообще мы принадлежим какое у нас финансовое положение какой религии в конце концов мы относимся как мы относимся к окружающей среде ну и вообще как бы человек просто со стороны может понять насколько мы прятный человек или нет да поэтому ты знаешь в моей извини что эти переделом профессии знаешь я ежедневно сталкиваюсь ну как минимум до десяти женщин и ты знаешь порой ко мне приходит женщина я смотрю на нее первый мой взгляд я сразу отклоняешь но я ну в моем понимании скорее всего это женщина которая работает на абсолютно простой стандартной работе зарабатывает там скажем пределах там семьи восьми тысяч приблизительно да ну я вот сейчас не буду там говорить может быть продавщица может быть там на упаковке может быть еще что-то но когда она мне говорит что она врач у меня были такие истории или когда мне говорит я адвокат причем я узнаю что это действительно там успешный врач успешный адвокат и я понимаю что ее образ абсолютно не соответствует ее статусу и она выглядит намного скажем так проще чем она есть на самом деле я понимаю что абсолютно красивая женщина сейчас я помогу ей с помощью там да моей работы косметологии татуажа привести в порядок да сколько так омолодить но я понимаю что если ее переодеть то тут ну как бы знаешь силе ситуация не справится потому что она абсолютно не задумывается о своем скажем так луки в внешнем виде да в плане одежды я понимаю что сейчас надеть на нее какое-то элегантное платье да допустим пусть элегантное я буду не на выход да а просто платье вот надень она же будет выглядеть совершенно по-другому она скинет еще лет десять она будет более красивая она сексуальная в конце концов потому что и осанку походку и все и я понимаю что господи как много женщины упускают и как они вот если женщины нету да ну нету вкуса есть такие женщины с нормальным у них сердце лизда со вкусом то как важно что есть такие люди как ты профессионалы которые могут помочь и действительно преобразить и сделать ее жизнь совершенно другой есть очень много таких историй когда женщина да преображая себя в одежде просто меняли свою жизнь совершенно верно да у меня случаи были я абсолютно согласна что именно с помощью нашего внешнего вида мы можем создать какое-то определенное впечатление о нас да потому что безусловно есть категории людей что называется вообще не заморачиваться то есть для них одежда несет совершенно другое какую-то смысловую нагрузку просто там надеть на себя что-то чтобы ну чтобы не быть голым скажем откровенно но я за то чтобы одеваться осознанно и управлять вот этим впечатлением и соответственно да тогда этой ноте у меня к тебе и следующий вопрос я тут немножко написала свои вопросы которые тебе надо подглядывать вот скажи мне пожалуйста а если вообще какие-то ограничения по возрасту в одежде вот то есть одному возрасту какая-то одна одежда а другому возрасту какая-то другая одежда ты знаешь я думаю что нет и не то что думаю об этом абсолютно уверенно что в моде нет абсолютно никаких ограничений потому что всячески нам показывают из подиумов я те кто интересуется хотя бы чуть-чуть модой наверняка видели что модели сегодня на подиумах далеко уже не тех стандартах как мы привыкли видеть до 90 60 90 очень часто мы даже встречаем моделей по возрасту старше то есть это не девушки там 20 22 лет и таким образом всячески мода нам дает понять что она стала ближе к народу что она доступна всем нет ограничений возрасте нет каких-то гендерных более того уже различия не по крайней мере стираются потому что мы спокойно носим вещи с мужского гардероба а в целом если говорить о моде глобально то мужская мода становится более женственной и это как бы тоже нормальное явление в наши дни поэтому я бы сказала что точно если женщина как раз вот и хочет выглядеть молода и нужно обязательно следить за модой и выглядеть современно и ты знаешь я тебе хочу сказать что скажи мне пожалуйста а есть вот какие то скажем я не знаю может быть три каких-нибудь да вот таких вот советов как женщина с помощью гардероба может омолодить себя я не знаю три или нет но я скажу как я это вижу и причем это вижу очень часто на улицах даже когда женщина одета в современную одежду то не обязательно должно быть что-то экстра модное потому что когда когда мы говорим о стиле а стиле моды от абсолютно две разные субстанции да не всегда идут параллельно но тем не менее различия кардинальны и когда мы говорим конкретно о стиле и о возрасте да то я считаю что женщина обязательно особенно возрасте должна выглядеть сильно что такое стильно это вещи должны на ней хорошо сидеть то есть подходить его фигуре дамы адекватно оцениваем ситуацию у нее красивая фигура почему бы даже мини не надеть если изначально на себе чувствует себе силы в недостаточно энергии у нее вообще такой молодой подход жизни конечно она может носить все что угодно так вот я абсолютно уверена что как раз вот современном одетая женщина она сбавляет возраст и точно так же наоборот если молодая девушка я очень часто кстати по улицам встречаю я вижу например идет девушка на лицо я понимаю что она молода но прическа манера одеваться и в целом вот образ ее пахнет прям знаешь прошлом вот как застрял еще в 90 и на ней может быть сами маникюр и может быть все красиво аккуратно выглажено все в целом ухожено но сам в целом образ а он ее утяжеляет и добавляет ей возраста поэтому женщины 50 60 плюс и выше чтобы выглядеть моложе обязательно должны одеваться современно то есть это одна такая очень хорошее замечание а вот скажи мне я часто слышу что женщинам после 50 рекомендуют носить более светлую одежду а не темную что это старит то что черном старит а светлая тона белая тона они более молодят это правда или нет да на самом деле есть такое особенно когда у нас овал лица уже начинает плыть я думаю с этим лучше знакомо да лучше действительно в портретной зоне придерживаться каким-то более светлым оттенком или же если мы носим темный к примеру там черный или темно-коричневый темно-серый цвет то лицо выделять подчеркивать иначе цвет может просто-напросто приглушать нашу внешность и соответственно подчеркивать какие-то неровности морщинки пигментации если имеется то есть или нам нужно сделать качественный макияж который тоже не старит чтобы он поднял нашу контрастность соответственно чтобы цвет не так сильно отражался на лице или все-таки отдать себе предпочтение более светлым то нам это пожалуйста а вот как женщине в принципе определить что ей подходит да вот я понимаю что тут такой обширный вопрос но вот сейчас сидят с нами девушки женщины разных возрастов да 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 я хочу быть стильная хочу быть модная но не очень понимаю вообще с чего у меня начать да мне понять какой мне цвет идет какая мне форма идет как это что с этим сделать то есть вот как с чего начать да вот так как определить какой то как раз по адресу что называется с чего определить если у женщины желание самостоятельно разобраться и понятно как ты говоришь да вот пример приводишь то конечно мы с ней назначаем день встречи я провожу индивидуальную консультацию до этого ей нужно сделать небольшое домашнее задание чтобы я провела диагностику ее внешности чтобы я понимала какой у тех фигуры какую коррекцию нужно применить если такова нужно да потому что ну все мы в разном возрасте в разной весовой категории поэтому есть нужна какая-то коррекция соответственно я тоже рассказываю применяю какие цвета украшают какие длинны потому что длинные изделия у каждого тоже свои какие ткани кому-то нужны более мягкие ткани кому-то слышишь а кто-то мне кажется да и для таких целей у меня есть индивидуальная консультация она длится 2 часа и вот в режиме таком вот этот один на один я всю эту информацию рассказываю девушке рассказываю как выгодно преподнести свою фигуру и соответственно после нашей встречи она уже четко понимает какие фасоны подходит какие цвета ну и так далее и далее уже отправившись даже самостоятельно на шоппинг она понимает на что обращать внимание на какие вещи лучше обходить стороной потому что это очень важно знать когда полностью делаешь диагностику своего тела да скажем так своего образа и потом когда ты уже идешь покупать какие-то вещи ты уже совершаешь ошибки ты уже знаешь и целенаправленно что тебе нужно хорошо следующий вопрос кстати прежде чем я продолжу задавать те вопросы дорогие наши девушки если у вас есть какие-то вопросы к карте да которые вам интересны вы также можете задавать право здесь сейчас в прямом эфире и мы обязательно будем вам отвечать на эти вопросы так что задавайте все что вас интересует я уверена что катя обязательно развеется да ну тогда у меня к тебе следующий вопрос как в условиях нашей жары а в Израиле очень жарко все мы это знаем да да элегантные стильные красивые когда хочется на сегодня просто майку и шорт и пойти такие есть да да я понимаю о чем ты говоришь у меня у самой на самом деле очень часто такое желание возникает действительно нам жителям Израиля наверное повезло чуть меньше чем европейцам к примеру потому что стиль как раз изначально он и подразумевает наслаивать на себя одежду да чтобы создать какой-то вот гармоничный образ но когда на улице плюс 30 все что хочется сделать это по максимуму раздеться и вот как раз когда мы раздеваемся снимаем себе одежду вместо с этим мы снимаем и стиль но тем не менее я могу дать сегодня несколько рекомендаций которые все-таки помогут даже в условиях нашей жары выглядеть стильно во-первых для того чтобы не так жарко было изначально конечно нужно обратить внимание на состав то есть на ткань естественно когда жарко максимально приветствуется натуральные ткани или по крайней мере высокий процент вот именно натуральных нитей в их содержании такие как лен это может быть хлопок натуральный да шелк кстати шелком как раз он и обладает таким вот охлаждающим эффектом и в натуральном шелке не так жарко это не полиэстер это настоящий шелк более крупным фигурам раз за процент подойдет шелк смотря опять-таки что и смотря какой шелк потому что если качественный шелк он может быть немножко матовый тогда да если там активный какой-то блеск или принт или цвет еще тогда лучше избегать это все очень индивидуально нужно смотреть так вот первое конечно что мы обращаем внимание это ткани однозначно да дальше когда жарко когда нас минимум одежды нужно еще соблюдать пропорции в комплекте потому что короткие шорты и майка на бретелях но априори такой образ не может выглядеть сильным напрашивается что-то накинуть второй слой и я всегда очень часто на самом деле девчонкам рекомендую во время шоппинга или разбора покупать рубашку одну-две по необходимости или льняную или хлопковую или вот есть такая тонкая ткань по типу морлевка накидывать вторым слоем но очень важный тот момент чтобы она была достаточно объемный потому что чем больше одежда прилегает на нас соответственно будет жадче чем меньше контакт одежды с телом соответственно будет немножечко прохладнее плюс второй слой вот рубашка она будет защищать нас от солнца если мы будем в кондиционированном помещении тогда уже не так будет холодно и причем желательно чтобы эта рубашка была такая прямо оверсайзная удлиненные ничего страшного даже если она будет длиннее шор абсолютно нормальная история это будет и стильно и будет какая-то защита кроме этого важно как я сказала соблюдать пропорции да если мы открываем вверх то есть у нас открытый какой-то топ с открытыми плечами это майка даже на бретелях желательно чтобы низ был прикрыт насколько это возможно то есть или длинные свободные какие-то брюки в пол или юбка миди или если очень хочется шорты так пусть это будут уже шорты бермуды где-то длиной до колена но не экстра мини потому что опять-таки открытые плечи да что то одно совершенно верно и эта формула как раз работает в обратном порядке тоже если ноги у нас открыты то руки дам и вообще плечи изначально закрыть насколько это возможно или длинная рука ну или хотя точно также да да точно также формула работает с оверсайз то есть строго опять-таки по фигуре с одной стороны эти вещи уже не очень актуальны с другой стороны будет жарко потому что если майка какая-то нас обтягивает или футболка по фигуре плюс шорты джинсы и так далее тоже будет жарко поэтому легкий такой оверсайз степень оверсайза конечно каждый регулирует сам но если у нас верх в облегании то низ конечно должен быть свободным или наоборот если у нас верху оверсайз на допустим футболка то низ конечно может быть более собранным и помимо этого поскольку одежды изначально мало на нас летом я бы конечно еще обратила внимание на крой всякие плюс это еще актуальная такая тема всякие элементы симметрии всякие вот топы есть на завязках если фигура позволяет примеру открыть пресс да тогда да применять такие вот варианты потому что симметрия всегда хорошем смысле усложняет образ и примеру юбка вместо ровного подолоси на будет асимметричная всегда будет гораздо интереснее смотреться согласно с тобой полностью я очень люблю в одежде асимметр мне кажется всегда добавляю шика чего-то очень необычного у нас тут есть вопрос есть вопрос о девушек я сейчас прочитаю тебе первым что посоветуешь если застреваешь на один-два комплектах из большого разнообразия гардероба во первых нужно выяснить причину по какой причине носишь именно эти два комплекта может быть причин может быть много может быть незнание как сочетать остальные вещи может быть нет дополнительных вещей которые могли бы разнообразить до этого гардероб может быть и в тех других комплектах тебе некомфортно или не просто-напросто не подходит твоему образу жизни то есть нужно изначально выяснить причину чтобы дать какую-то конкретную рекомендацию ну а вот у меня тоже есть так ламп вот знаешь я больше залипаю на сумке вот у меня была смесь у меня на самом деле дома я посчитала недавно более 50 54 сумки если я не ошибаюсь а на фу реально ну может быть 5 окей вот у меня стоит сумка да я вот не смотрю и думаю но такая дорогая мне реально жалко ее выкинуть потому что там дорого купила там какая-нибудь брендовая сумка я понимаю что я ее никак не могу засунуть в какой гардероб как-то что-то у меня вот эта вот вот эта сумка она мне прям под все вот это под все ну знаешь вот такие универсальные сумки да очень тяжело взять какую-то и вот я очень хорошо понимаю эту девушку потому что тоже порой как вот залипнула что-то и вот не могу оторваться я к сумкам а вот у девушки к вещам к вещам я кстати я тоже не думаю что у меня тоже есть такие пара вещей которые никак не могу что я них выгляжу просто идеально на самом деле мы над этим как раз и работаем с девушками когда я прихожу к ним на разбор гардероба это основная цель чтобы выжать максимум сик гардероба потому что мы идем по каким-то знаешь привычным формулам там брюки и блузка и так далее и так далее и утром когда нам нужно быстро собраться естественно у нас нет времени продумывать какой мне вверх подобрать к примеру к этим брюкам да а в этом то и заключается работа во время разбора гардероба когда каждую вещь во первых мы оцениваем оставляем изначально только то что нам действительно подходит а потом мы складываем комплект и плюс эти комплекты мы еще фотографируем и все что девушке нужно сделать открыть телефон и сказать а сегодня я хочу надеть допустим бежевые брюки и я вижу что у меня там 5-7 комплекта и с этой вот сумкой с этой обуви то есть готовые решения мозг не задействует разбор гардероба зависит от масштабов гардероба но в среднем это часа четыре вот прям говорю искренне бывает я понимаю я думаю с моим количеством вещей да ну меньше трех правило нет потому что у нас первая часть работы еще консультация когда вот как раз рассказываю объясняю девушки какие ее фасоны да чтобы она понимала чего отталкиваюсь процессе разбора гардероба не просто потому что мне не нравится и мне так хочется а потому что есть конкретные какие-то факты и она уже сама понимает а действительно вот этот фасон не украшает а этот лучше отложить следующий вопрос у нас как относишься к капсуле капсуле я отношусь с большой любовью это то что принципе я всегда пропагандирую капсульный гардероб может быть кто-то не знает я скажу что такое капсула это набор вещей количество вещей каждый человек определяет сам но минимально обычно это 10 и больше где все вещи вот так как пазл сочетаются между собой в законченные комплекты изначально если капсула грамотно создана то из исходного количества вещей можно составить два два с половиной раза больше комплекта то есть для простоты расчетов допустим мы купили 10 вещей на шопинге соответственно 20-25 комплектов можно собрать все это и выгодно и удобно это очень удобно очень очень удобно я кстати когда скажем так я тоже задумываюсь об этом да я стараюсь покупать вещи так чтобы я их могла миксовать у меня есть какие-то мои любимые цвета которые я знаю я очень люблю я их ношу и я когда покупаю тоже например там юбку кофту платье до сумку и так далее я знаю что вот эти цвета у меня очень хорошо будет миксоваться миксоваться даже если я допустим допустим у меня какой-то там стиль да я беру вот не знаю брать не брать сумку я знаю в принципе этот цвет будет классно смотреться и с этим и с этим и с этим потому что у меня многие цвета подходят вот я выбрала подход когда ты прежде чем купить какую-то вещь ты заранее понимаешь как она в клинике свой гардероб потому что мы всегда должны мыслить комплектами это точно что пытаюсь привить девочкам с кем я работаю то есть никогда не покупать магазине просто вещь которая мне понравилась нет то есть мы сразу же включаем свой аналитический ум и я думаю с чем я ее могу носить если два три комплекта могу тут же вот составить со своими имеющимися вещами она себя отработает если нет тогда второй шаг нужно сразу же найти вот пару прямо уже в магазине то есть сразу же собрать комплект в магазине купить все новое если не да и вот она лежала у меня годами в гардеробе и я ее реально не одевала потому что мне с чем было не одеть такие не это очень знакомое дальше у нас следующий вопрос как приучить девочку семи лет к стилю если она не хочет носить то что я не покупаю это самый лучший вопрос потому что у меня девчонки одиннадцать и у меня та же самая проблема причем она немножко пухленькая девочка у нас животик такой серьезный и когда я предлагаю ей эвелиночка ну смотри вот эта платьишка она немножко скрывает животик да там шорты короткие понимаешь это все вывалится ну короче выглядит не очень часто вот вот как 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 объяснить очень хороший вопрос ты знаешь я бы наверное сказала не как объясню почему в том плане во первых у меня три девочки поэтому мне это очень знакомо девчонки мои очень часто одеваются так как они хотят а как от этого сумма синый футболка им удобно по горкам полазить школу сходить и я тоже всячески пытаюсь им объяснить но я поняла вернее раньше пыталась и поняла что это не работает и потом какой-то момент я пришла к выводу что лучшее воспитание для детей это личный пример и вот я поняла это то что работает когда и личным примером показываю своим девочкам как я одеваюсь причем я не могу сказать что каждый день хожу нарядно нет нарядно это крайне редко бывает я реально оцениваю свою жизненную ситуацию но это да стильно потому что моем гардеробе давно уже нет устаревших вещей и вот они смотрят на меня они впитывают и какой-то момент старшая дочка подходит говорит мама я хочу такую же блузку как у тебя младшая подходит мама подари мне свой браслет мне понравился и вот такие личным примером знаешь когда вот они видят как я к этому отношусь как я покупаю одежду когда я хожу на шоппинге сразу предлагаем какие-то варианты они это естественно впитывают и по чуть-чуть по чуть-чуть начинает как-то вот их именно стилистический этот взгляд меняться но я уверена что вот насильно навязывает не работает у меня так точно и просто напросто дать детям развиваться подросткам экспериментировать в какой-то момент когда они уже сформируются и у них возникнет потребность да как-то вот я продолжаю читать дальше вопросы я вот тут как раз ты пока говоришь я еще ищу очень много писать что ты красотка что ты классно выглядишь что она тоже как и я перекладывается сумки в сумке так что тоже заставить на одну сумку у нас и девчонки спины все те же проблемы да была на шоппинге с катей ой как хочу повторить собрали кучу комплектов это очень действительно очень удобно так что вот рекомендации уже сразу если мы покупаем 10 вещей то это должно быть пять вверх и пять вниз или как нужно правило таковы что низов всегда у нас меньше а верхов всегда больше но опять-таки тут тоже ситуация очень гибкая но в целом как правило к одному низу должно быть среднем где-то 23 верха то есть опять-таки может варьировать чуть больше априори как бы низов всегда меньше если изначально задача купить 10 вещей всего то где-то три-четыре низа соответственно 6 7 верхов причем я важно это очень важный такой момент они должны быть все разноплановые то есть если к примеру на них мы покупаем джинсы брюки одного фасона и брюки другого фасона то верхами могут быть четыре рубашки вернее не должны дали там четыре футболки это могут быть рубашка это может быть там футболка это может быть блузка все зависит конечно еще от гардероба и от стиля тогда можно будет гораздо больше вариаций создать разноплановых комплектов хорошо скажи мне тогда пожалуйста сейчас уже вопрос от меня лично как правильно сочетать одежду с украшениями а то есть например вот мы купили какой-то комплект только не может надо обязательно подобрать украшения потому что это очень важная часть стиля а конечно рекомендации на что обращать внимание да вот чтобы это хорошо сочеталось да молажа омолаживала наш образ допустим вот я люблю крупные серьги да я люблю какие-то крупные украшения люди любят разные да вот скажи как на что обращать внимание какие рекомендации опять-таки изначально нужно понимать какая внешность и куда мы планируем в этом наряде отправиться потому что если это дневного образа будут немножечко более сдержанной вариации если это вечерняя то может быть более соответственно активные этапе серги и наряд но нужно понимать изначально прежде чем выбирать украшение если это массивные какие-то акцентные будут сережки например или украшения на шею а нужно понимать что они будут привлекать внимание и хотим ли мы этого внимания допустим портретной зоне или в зоне лица допустим не всем фигурам это рекомендована если к примеру девушки активные и активные серги тогда вот вверх утяжеляется. Тут как раз лучше большие украшения не носить. А изначально, как совмещать украшения с одеждой, все очень, опять-таки, индивидуально. Если есть какие-то элементы декора на топе, или активный принт, или активный цвет, то, конечно, на украшениях лучше отдохнуть, взять более миллимонистичные. Или наоборот, если активные украшения, то, соответственно, одежда должна быть поспокойнее. Иначе будет too much. И создастся вот этот эффект на дело лучшее все сразу. У меня все сразу. Да, да. У меня сегодня, видишь, такое платье. Очень ярко. Сатюшка гомонично, да. Гомонично? Ты отопрямишь? Да. Ну, все супер. Как раз добрый, но я уже довольна. Ты видишь потрясающе, Даша. Впрочем, как и так. Спасибо, моя дорогая. Спасибо. Очень приятно это слышать. Я, на самом деле, очень довольна, что мы с тобой все-таки сегодня встретились в этом сфере. Мы говорим о таких важных вещах, как мода, как одежда, стиль. Потому что я думаю, что каждой женщине необходимо понимать, что ей это даст в жизни. Что если она, приобретя правильное платье, правильное украшение, и научаясь правильно, да, компоновать, покупать правильные вещи, она сможет, во-первых, экономить очень много денег. Она не будет у нее... Да, да. Случайно отличные гардероби. Она научит всем своим, да, каким-то вот нюансам фигуры, и уже покупая ту или иную вещь, у нее не будет промахов, у нее не будет уже вот это вот купила, а домой пришла, тут давит, тут жмет, тут там все-нибудь вываливается, да, и она уже чувствует себя некомфортно, и вещь-то начинает валяться. Да и верно. Я думаю, что твои услуги – это просто одни из самых важных услуг для женщины. То есть, вот, скажем так, косметологи, парикмахеры, визажисты, стилисты – это, наверное, одни из самых незаменимых, да, скажем так, профессий для каждой женщины. И мне кажется, вот, это то, там, где женщина не должна экономить, а хотя бы раз обратиться к какому-нибудь профессионалу, который, да, ей подскажет, поможет, и она, как, допустим, да, вот ко мне обращаются женщины, которые говорят, ой, я перепробовала все, но меня это не работает, да, в косметологии. Когда я начинаю спрашивать, а что ты пробовала, да, она мне рассказывает, ну, я покупала там дорогущие крема в суперфарме, они нифига не работают. Я понимаю, что покупала она неправильные вещи, она выкидывала деньги просто на деньги, да, и когда мы с ней подбирали неправильный уход, когда мы подбирали неправильные процедуры, вдруг она говорила, Даша, ты понимаешь, что сейчас я сэкономила деньги, я потратила меньше, чем я тратила тогда сама, и какой я вижу результат, то есть у меня там через месяц изменилось лицо. То же самое, я думаю, в твоей профессии, что если женщина хотя бы один раз обратится к тебе за помощью, проконсультируется, узнает свой тип фигуры, узнает тип своей внешности, какие подходят цвета, какие подходят формы, она в дальнейшем может очень много экономить на, скажем так, на неприобретении ненужных вещей, и плюс она научится одевать себя так, как это будет соответствовать и ситуации, и её статусу, и месту, где она находится. Я согласна, абсолютно согласна. Я хочу, чтобы ты продолжала развиваться, продолжала идти в своё направление. Спасибо. Мне реально было сегодня с тобой очень-очень интересно. За ним время так быстро пролетело. А ещё сколько-то сказали. Да я пока не поняла, я смотрю, у нас там дети до эфира пока нас не выбросит, а я всё-таки хочу сохранить этот эфир, я считаю, чтобы ты дала сегодня очень много полезных советов нашим девушкам, и мне бы хотелось, чтобы сейчас мы с тобой приступили к самому интересному. Да, я сейчас смотрю. Это к нему, короче, нашего, да, с тобой такого прямого эфира. Все девушки, которые написали комментарии, и которые выполнили условия, скажем так, нашего конкурса, нашей встречи, нашего прямого эфира. Сейчас будет разыгрываться, Катина, бесплатная консультация, правильно, да, Катина? Бесплатная консультация, после этого вас ждут ещё некоторые сюрпризы и подарочки, так что, наверное, давай, конечно, начнём с нашего розыгрыша. Давай, я... Ну, как, да? Расскажи, как ты его проведёшь? Телефон, я подготовила тут компьютер, вот сейчас прям, чтобы всё было максимально прозрачно, честно, да. Так, мне нужно камеру заднюю включить. О, отлично, видно, да, мой экран? Да, здорово. Да. Значит, вот, я зашла на сайт генератора случайных чисел, да, прописала. Итак, количество претенденток у нас было 12. Нажимаю на сайт генерировать, сейчас мышкой поймаю. И номер 6. Номер 6 победительница. Я не знаю, кто это, мне нужно проверить, может быть, эта девушка сейчас в прямом эфире. Будет здорово, если она... А где у тебя написано, какая девушка под таким домом? У меня под моим последним постом. Все, кто оставлял комментарии, я всем прописала номера, ну, и каждая девушка, соответственно, знает свой номер. Но сейчас я не могу подключиться. Девушка под номером 6. Отзовитесь, скажите везде, покажитесь нам, кто это, кто выиграл эту процедуру. Да, кто выиграл консультацию, кто сможет любые вопросы, связанные со стилем, задать. Я сейчас быстренько постараюсь зайти с компьютера. Свой инстаграм, может быть, мне удастся объявить. Ну да, было бы хорошо увидеть нашу победительницу в прямом эфире. Да, ну, я так понимаю, что нет. И поскольку мы не прописали, что победитель обязан на прямом эфире, это была наша ошибка, в следующий раз мы ее не допустим, то действительно этот подарок идет к этой победительнице, Даша, если ее нет с нами на прямом эфире, поскольку мы, правда, это не прописали, это будет нечестно, если мы поменяем условия вдруг вот так вот. Поэтому девушке придет ухватить это в записи, узнать о том, что она победила. Ну вот я вижу, что номер 6 у нас, никнейм у нее такой Гюн Джеки, я не знаю, как ее зовут, но, в общем, я вас поздравляю и с радостью с вами поработаю. Гюнель ее зовут, я вот вижу. Ее зовут Гюнель, ну, судя по всему, ее нет на прямом эфире, ничего страшного с ней свяжусь и с большим удовольствием. Буду ей полезна с большой радостью. Я уверена, в этом нас будет. Но, дорогие девушки, также мы решили сделать еще пару сюрпризов, вам подарков. Тот, кто поставит самый интересный комментарий, получит от нас двойной бонус, окей, двойную скидку. Каждая девушка, которая ставит комментарий под этим эфиром, я сейчас, когда выйду, я обязательно его сохраню, он будет находиться на моей страничке. Все, что вам нужно будет сделать, зайти на мою страничку и написать свой комментарий по поводу того, как прошел эфир, возможно, что полезно вы его узнали, возможно, понравилось ли вам, что вам понравилось, как, в общем, все, что вы напишете, нам будет очень-очень приятно, и мы решили с Катей сделать дополнительный, скажем так, дополнительный бонус каждой девушке, которая ставит свои комментарии, мы делаем скидку на наши процедуры. То есть, каждая девушка, которая напишет свои комментарии, даже та, которая смотрит в записи, а не в прямом эфире сейчас, она получит лично от меня на моей работе скидку в тысячу шекелей, вот так вот я начала, да, да, потому что я тебя люблю. Круто! Тысячу шекелей на серию процедур в моей клинике и также пятьсот шекелей скидка на татуаж в моей клинике. Это, я думаю, просто не бывало, я таких скидок не делаю. Я отбросила кедра даже. В честь эфира мне закопилась в честь нашей в списке. Да, как лучше сделать такую скидку. Также, почему-то тоже есть, да, она тоже решила сделать вам скидку. Я тоже предоставляю скидку, но в других, размерах, в других масштабах, да, я предоставляю. Я говорила про более крупные процедуры, потому что я говорила про серию процедур, там и цены совершенно другие, поэтому и по соотношению, да, к своим стоимости процедуры, я делаю скидку. Ты делаешь соотношение по поводу своей процедуры к своей. Да, вот кто-то уже на татуаж собрался, и это на самом деле отлично. Обязательно напишите потом в директ, чтобы я никого не потеряла. А я, девчонки, кто работал, кто не работал со мной, возможно, знают, что у меня есть пакеты определенных моих услуг, то есть сюда входит несколько. Я хотела, вот, кстати, сейчас поделиться фотографией прям в прямом эфире, но не вижу, как это можно сделать. Я предоставляю 150 шекелей на любую мою... Вот-то очень мало. ...на любой пакет моих услуг. Я, наверное, в сторис опубликую у себя потом дополнительно эту информацию, да, и ограничу во времени, объясню почему, потому что, если мы не принимаем решения уже сейчас, в ближайшее время, то, как правило, мы об этом забываем. забываем. Поэтому, девочки, кто хочет получить 150-шекелевую скидку на любой пакет моих услуг до пятницы вечера, у вас есть возможность этим воспользоваться, ну и, соответственно, назначить время забронировать место за собой. Потрясающе! Буду радовать вас видеть в редакторе... Молодец, большая, что сказала про ограничение времени, потому что это очень важно. Я просто забыла это сказать. Вы делаете что-то, пожалуйста. Также действует ограниченное количество времени, также до пятницы вечером, потому что, скажем так, слава Богу, мы с Катюшей рабочей... Рабочей... Как это слово я неправильно подобрала, У нас есть работа, и действительно места ограничены, и подобная скидка, это действительно просто подарок, и благодарность вам за то, что вы были с нами на этом эфире, что вы нас поддерживали, задавали нам вопросы, но, к сожалению, мы не можем это делать вечно, поэтому, девчонки, только до пятницы вечером. Обязательно пишите в директ, и мы с Катюшей выполним свою работу с огромным-огромным удовольствием. Всем большое спасибо, что пришли, Катюш. Я тебя обязательно люблю. Я получила массу удовольствия сегодня провести с тобой эфир. Аналогично. Я обязательно хочу тебя видеть еще в своих эфирах, я думаю, что, девочки, тоже вы можете также задавать ваши вопросы в директ, писать, что вы хотите, на какие темы вы хотите, прямые эфиры. И мы обязательно, Катюша, подготовим для вас еще много интересных тем. Да, Даша, с удовольствием. Мне вообще нравится твоя идея прямых эфиров. Я давно тоже такую идею вынашу, и думаю, что это полезно в первую очередь. Это очень полезно, это живое общение. В первую очередь, да. Более того, я скажу, что я сегодня, например, узнала очень много новых вещей о тебе, которые я не знала раньше. И всегда приятно видеть человека, у которого ты покупаешь услуги, да, вот я сейчас смотрю на тебя, и я хочу твоей услуги, и мы с тобой сейчас заговариваемся в очереди. Всегда хочется видеть, что стоит за этим человеком, что же это за человек, какой это человек, подходит ли он мне, да, и хочется ли мне купить в него эту услугу. И я думаю, что подобные прямые эфиры, они раскрывают и твой профессионализм, и твою личность, и девушки видят, насколько ты прекрасна, не только снаружи, и, конечно же, я думаю, сейчас тебе просто покажут тонны все наши девушки, чтобы приобрести твои услуги. Я с ними прощаюсь. Я хочу что-то сказать. Да, я хотела сказать, что так и есть, что люди покупают у людей, и помимо каких-то, знаешь, профессиональных регалий, дипломов, всегда есть человеческий фактор. И я, например, всегда выбираю косметолога, мастера маникюра и так далее, и так далее, еще по каким-то дополнительным параметрам. Должна быть химия, должны быть общие точки соприкосновения. Обязательно. Человек, важный человек. Спасибо тебе за приглашение, с радостью с тобой пообщалась, и, да, верю, что это не в последний раз. Спасибо всем девчонкам за участие, за приятную компанию. Спасибо большое. Всем счастливо. Девочки, хорошего вечера. Счастливо. Пока. Бегу звонить тебе. Давай. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»